Комбинированное действие лекарственных средств, антагонизм и его виды. Взаимодействие лекарственных средств – это изменение фармакологического эффекта одного или нескольких препаратов при одновременном или последовательном их применении. В зависимости от конечного результата выделяют синергическое и антагонистическое лекарственное взаимодействие. Антагонизм – это взаимодействие лекарственных средств, приводящее к ослаблению или исчезновению части фармакологических свойств одного или нескольких лекарственных средств. Например, амилорит блокирует калиуретические эффекты азидных диуретиков. Антагонизм бывает физический, химический и функциональный. Приведем примеры. Физический – это сорбция витаминов на энтеросорбентах. Химический – действие кальция на гемокоагуляцию блокируется лимонной и щавелевой кислотами за счет связывания. Нефункциональный – атропин усиливает частоту сердечных сокращений, а пилокарпин ее уменьшает. Это противоположное действие на м-холинорецепторы. Функциональный антагонизм – он бывает односторонний и двусторонний. Односторонний антагонизм. Например, атропин снимает действие пилокарпина, а пилокарпин не действует на активность атропина, так как у атропина выше афинности. Двусторонний антагонизм. Наркотические и снотворные лекарственные средства уменьшают эффект психостимуляторов центральной нервной системы. А психостимуляторы могут уменьшать эффект депримирующих, то есть средств, угнетающих центральную нервную систему средств. Также функциональный антагонизм можно разделить на конкурентный и неконкурентный. Конкурентный антагонист обратимо связывается с активным центром рецептора, то есть экранирует его от действия агониста. При увеличении концентрации агониста он будет вытеснять антагониста из активного центра и вызовет ответную реакцию ткани в полном объеме. Например, пропанолол и эпинефрин противоположно действуют на центральную нервную систему. Неконкурентный антагонизм. Неконкурентный антагонист связывается практически необратимо с активным центром рецептора или же взаимодействует вообще с его аластерическим центром. Поэтому, как бы ни повышалась концентрация агониста, он не в состоянии вытеснить антагониста из связи с рецептором. К примеру, взаимодействие амиадарона и эпинефрина.